а вот еще один ребятка смотрите они реально как сушки выглядят две вперед только что прошли вот еще один и вон еще один а красный красный дымок пошел выдавать а у него закончился он так как будто пукает клево где еще вон еще вон белый красный сзади еще 2 вон петли пошли вперед заворачивают прям над малягой клево если мы будем гулять они будут еще так 4 вон 5 6 да ты смотри на дорогу едет он пальцем на самолеты показывает а ребят здравствуйте я в маляги вот мы въезжаем в город привет мои драгоценные друзья и сладкий как чербет мы въехали в город малягу вот до центра 10 минут 5 и 5 километров ты какая богиня рома бы сказал так или ангел как вариант но вот перед нами порт просто гигантский мы видели сбоку когда въезжали и теперь двигаем как я уже сказал пять половиной километров центра паркуем машину гуляем смотрим замки кушаем все такое офигеть ребятки она просто огромная маляга прям ницца да вон к замок сверху костыля куда мы пойдем и пляж вон огромный порт клёво как вон посмотрите зачет я в восторге хэппи 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 ну так выхожу я главное спор пляться в маляги и передо мной корида вон торро нарисован прям вообще прелесть антаги у меня в машине и здесь на улице показывают 30 градусов начать с трудом не верится что сейчас 30 градусов градуса 35 к клёва корида и мы идем дальше такая аллея в тенечке вообще прелесть так текила такуила но это не что-то там как-то не так написано кайф какой вам бы раз офигеть клёво вон замок мы на него обязательно пойдем самый прикол то что знаете здесь этот замок гибралтаром еще один другой дворец и они по воскресеньям вход бесплатный а у нас сегодня воскресенье да по моему воскресенье 30 июля да и сегодня нам бесплатно и это хорошо товарищи идем так кому по такому парку идем мимо вот костеллы этой он там дорогу видели вот так вот зигзагами наверх 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 это нам будет надо будет все это идти а сейчас мы идем в центр кушать обязательно сначала кушать вот вот ребятки штат хале красота почти как королевский дворец в мадриде тоже вот такие вот бассейн чеки почти только сравнивать нельзя это с мадридом клёво идем и главное галдят и галдят галдят и галдят я-то думал что это по-любому попугая тут вот такие у вас а вот такой глаз был у попугая просто большие зеленые как я вот увидел в барселоне прям вот они галдят хоть 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 как папка дурак как летит пошли по центру до этого там там тенек до туда вот они галдят и летают тут голос видит а может по центру маш здесь тоже теневая сторона есть попугайки пишут банк банк коды испания кстати если не ошибаюсь маляга считает самым криминальным городом испании ну то есть как неаполь или как он называется лечо по-моему город в этом как сицилия в италии или неаполь или лечо так и здесь маляга то есть мафиозники бандиты разбой и мы идем это университет ну красивый ага клёво а вон университет дыма лага университет дыма лага лучший друг в наших путешествиях в жару это тенек холодная ледяная вода и вот такая вот штучка заморозка и тащусь в другой карман там не батарейка ула попробую клёво идем вот они все деревья оккупировали кричат сидят вон они папка дурак вот этот зелененький вот сидит их тут много вот там три вот еще вон кайф и голубь прилетел у меня там тоже гнездо а вот он кайф морите какая площадь где здесь перейдем хорошо он колесо обозрения море смотри а мы идем вот по этой улице вон туда пойдем туда ребятки смотрите вон катедраль сейчас мы идем кушать а потом к ней обязательно вернемся клёво так идем так ну чё идем по главной улице по центральной пешеходной вот для эта площадь марины и мы идем среди какая и тоже натянули от солнышка смотрите в чем будет тенек а будет замечательно натянул этот брезент здесь сан мигель пивасик хороший испанский пивасик так идем по этой улице вон кафешки надо смотреть по бокам вон кафешка марусь ходим смотрим ищем еду да приятненько всем вот моя пицца папироне попробую испанскую пиццу хоть раз маруся поэлью а мне сан мигель еще принесли смотреть прелестную в жару просто короче приятненько ну кушай так ну чё ребятки поели передвигаемся дальше поели короче поели поели маруста маруся поела поэлью игру поели поели и и поели вообще 11 чем стоит по моему но так как у них такой ангибот был одна еда один напиток десятка прикиньте маруся села поели и пиво мне на ее рейхнул и моя птица вышла все на 20 рано если вы такой еду как я не ходите туда пицца магазинная конкретно просто в магазине взяли с холодильника засунули в микроволновку подогрели зашибись ну удовольствие мне не не доставила вообще ни малейки в эту пиццу есть но зато я поел да я вчера хорошо поел тейк с лаксом вообще а сейчас мы передвигаемся к федралю вот вот а там дальше расскажу какой в дальнейшем наш план действий ну так вот ребятки видите испанский флаг развивается и мы вышли с вами на пляза дэля конституционе короче площадь конституции фонтан я вот мы шли за поворотом аруси маша вот эту часть витя говорит когда площадь маленькая подожди там вот за углом будет по-любому фонтан какая-то церковь вот церковь от фонтан сережка как будто был здесь клёво вообще так и мы идем дальше так ребятки тенек и мы обходим эту церковь какие ворота церковь номер четыре четвертый дом и идем дальше а мы рассмотрели мафия мафиозный ресторанчик прикольно и не так жарко тенек прохладно ты видела магазин для мафия это не магазина кафешка анна марина анна марина табличка сняли контур остался это как-то церковь мы не туда идем сзади уже осталось так идем он туда у клёво как хотели пройти мимо церкви ребятки кружочек дать там дома 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 нигде нельзя пройти потом нашли этот морозик вот смотри вот пришли к церкви грузить учет маруся другая так что вот еще одна церковь смотрите это красивее да очень прелесть прям смотрите хаман или хамам а мамы вот баньки прям может больше искупаться архитектура красотища немало га блин вот одной своей променады с попугаями точно сердечко заслужило так тут очень красиво очень тоже клёво погулять так что идем дальше наслаждаемся красотами ой какие плиточки смотри мороз красота идем счет счет я ребятки не разбираюсь в их ансайгах вот этих на табло который температуру показывают поголовно они делятся на две штучки вам и которая показывает 28-29 градусов вторая категория которая стабильно показывает 33 градуса при том они от двух разных фирм вот кому верь кому не верь ну явно не 28 ребятки так ухты какая улочка идем туда либо я говорю марусь что такое рыбая она горит рыбаха скидки работ такой восклицательный знак над головой работ вот 799 215 клевые платьишки фламинговский о марусь с шортами для пацана фламинго вот они клёвые смотри 7 аэро еще дешевле кайф блин хотел племяшки купить потрогал марусь играет отчет хотелось и море дерьмо такое жесткая какой-то внутри пленка будто скатерть какая-то значит потом племяшки чем только идем дальше так ну вот мы вышли к собору так я как предлагаю вот так вот пройти с той стороны потому что здесь сбоку одно и тоже будет а вот это смотрите он как нотредам гигантский кайф идем можно заходить вон чувак гуляет охренеть марусь я бы очень хотел зайти вовнутрь ух ты тоже красота боже мой это божественного посмотрите просто кайф вот это мощь не ну ребята я вас тут просто это грандиозно марка в венеции или ватикане у собора святого петра просто такой срыв раз балкончики какие колокол и часы пока остров на 4 часа сейчас клёво так идем дальше мы идем на кастл бегом 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 мы видели парадную часть а вот боковая она просто гигантских размеров ребятки зачет городу за церковь вообще молодцы ну да не зря один из старейших городов мира еще раз повторюсь 2800 лет городу не церкви собору я не знаю идем смотрите вот весь собор полностью весь облеплен голубями а вот так называемая голубиное дерево я сам только что название ему придумал вот это дерево но все в голубях прикиньте только два белых один какой-то рябый остались и черные сидят все дерево облепили дерево умерло они сидят о садик магнолий всякий это не магнолий это чё за цветы маш клёвые так на чем идем дальше ну короче что ребятки 6 евро вход сюда просто здесь гулять с человеком есть комбинированный билет стоит 10 евро там еще и дворцы и наверх залезть и третье десятое мы решили здесь прогуляться потому что мы недолго так как нам но ведь и надо у нас времени в обрез а тут бесплатный гид дают и ходишь слушаешь и вот этой красотой наслаждаешься посмотрите вот когда последний раз церкви сидел красотища какой потолок ярганище смотрите какой так короче у нас гид есть и мы идем дальше я всего лишь хотел здесь умноглазик верфин вот просто красота какая можешь мой маш смотри у него шапка папы римского вот это вот рыба видишь бишевская шапочка кайф идем какая она гигантская кстати снаружи кажется больше вот миланский дом кажется маленьким а внутри миланский дом мать моя женщина а тут я думаю просто будет размеров таких нереальных нет она маленькая компактненько в милане может потому что она кажется гигантской потому что вот этого посередине нет как вот соборе петра здесь видите посередине как бы она делится на несколько частей что ли красиво очень санта барбара святая варвара и масонский флаг сверху знак треугольника класс а вот православная это кто красиво тоже все религии здесь представьте класс ребятки впечатляет реально впечатляет прохладный ветерочек небольшой я опять в жару в 33 градуса еще похолодало 33 последних времен 38 37 все у нас граната была самый жаркий самым жарким городом где было 40 или за 40 даже не помню но в любом случае завтра гибралтар а потом оттуда двигаемся в обратном направлении в сторону барселоны и уже будем не под на побережье ехать а середина что вообще изначально в мадрид вот так смотри да в барсе но и там уже будет температура тоже будет солнечно как я говорил весь отпуск солнце пройдет все путешествие не отпуск поправочка и там будет температура 30 32 33 не выше так что замечательно мы идем дальше эти ребятки какие граффити и вот смотрите какая прелесть клёво так ребятки вон и дворец на который мы идем и мы пойдем замок остается сзади мы его оставили на следующее посещение маляги что что выбиваемся из графика пугайщики короче с девочка шла мне навстречу мне вот это вот куска ноги не было просто видно вот такой вот огромный шрам куска ноги нет там мышцы вот так вот вы знаете когда кипятком обваришься такая кожа иногда становится ну и тут море рядом я могу себе представить это стать вторая девушка которую я вижу с такими увечьями 1 я увидел в первый день когда мы поехали на море у девушки икры не было в принципе там чуть ли не кость была видна и тоже острые по бокам зубцы тоже видимо акула поработала вот это очень страшное вот обелиск это очень страшно ребятки вода не наша стихия не фиг лезть рома видимо правильно делает или я по пояс зашел по шейку окунулся далеко не плаваю так что вот но фингер за это же далеко не плаваю вдруг там тоже мышц толку запустил я откуда знаю так начало вот площадь и мы сейчас выдвигаемся медленно к машине садимся едем следующий город да да я вижу римский форум амфитеатр вернее вот а вот и собственно говоря замок но ребятки нам правда времени еще хотим один город посетить который не менее клёвый я не помню названием рискалом как у коротка 4 или 5 буквому 4 и он тоже один из самых старейших городов мира поэтому туда едем когда сядем машинку я вобью навек я вам все расскажу да покажу пока это реально мы оставим на следующий раз чтобы было куда еще вернуться а тут у нас раскопки как было в то время смотрите клево так ночью романе римляне идем дальше галдят опять попугай так а мы буквально в трех минутах от машины сядем и мельдусь жара ну так вот ребятки выехали с парковки вот там вот вот там фрукты продают а сегодня воскресенье закрытому рыси горит блин жалко закрыта потом заворачиваем на брату открыто все мороз не дрейфь сейчас вот прямо здесь на речке встали там вот машина меня все объезжает видите вот тогда подождут ничего объедут и мороз побежал за фруктами а мы куда едем нам осталось три минуты один одна целая четыре десятых километра мы едем на мирадор то есть на обзорку с которой всю малягу видно и она там возле замка киев гиф рал татар вот так или гип гип раф лар ну короче почти гибрал тар только там буква какая-то на фе изменена сейчас кому а вот гибраль фару но гибрал фар вот так и едем туда смотреть на эту прелесть не факт что мы там парковку найдем но хотя бы мимо будем проезжать заснимем обязательно вот эти все красоты так что едем прилетим прям малагу здесь потусим на следующий раз хорошо не следующий раз я согласен сюда прилететь здесь только чисто здесь потусить денька два-три она на пляже потащиться вот мини отпуск как-нибудь так ребятку смотри мы припарковали машину и и вид нам маленьку вон она марусь здесь здесь порт жилые районы коррида зала зашибись а вот это все пляжи вон оттуда и вот это все кстати маляга вон оттуда откуда видно и вот так вот так и вот так а вот так и вот так и вот так и вот так короче кто был в Ницце, то примерно размеры Ниццы представляют побережье. Я вам сразу говорю, четыре Ниццы суммируйте в длину. Это Маляга. Клево. Так, ну вот, собственно говоря, вид на другую сторону Маляги. Вон там я снимал ту сторону и порт, жилые районы порт. А вот диацентр, большая вон кафедраль, вот замок, вот здесь дворец. Но это мы оставим на потом, в следующий раз. А пока вон горы. И вот сейчас в эти горы мы и едем. Так что, ребятки, оставайтесь с нами. Будет весело. Так, ну что, ребятки, вид сверху был просто восхитительным. Теперь мы проезжаем, вот где попугаи у нас чирикали. Вот там пешком мы шли, а тут теперь едем. Через всю Малягу или на испанском будет Малага, так же, как на русском Малага. Едем. Сейчас будет площадь Марины. И дальше мы еще не ездили, так что и не ходили. Мы вот туда, вглубь, в центр ушли. А сейчас проедем, посмотрим, может там что тоже веселого есть, интересного. Едем. Смотрите, какая прелесть. Вот. Тут на этой улице мы кушали. Обманул. Нет, это кафедраль. А вот на этой улице мы кушали, да. Вот колесо обозрения. Вон там порт какой-то. Порт какой-то. Кораблики стоят. Лошади можно кататься. Линкс Айн Орднен. Отлично. Вот. Улочка. Тут мы ели. Линкс Айн Орднен. Так, Линкс Айн Орднен. Нет, плюс 27 показывает. У меня машина показывает 28. Ну, я не верю, ребятки. 35 минимум. Духота. Ну да, это в тени температура, кстати, да. Едем. Ну, ребятки, а тут по сути ничего примечательного. Просто жилые районы. Жилые районы. Как Креница, да? Тоже. Только с Английской набережной отъехал в сторону. Все, простые дома ночи. Притом параллельно от Английской набережной через одну улицу. Все. Это уже совсем другой город. Нежели когда ты стоишь на Английской набережной. Еще раз повторяюсь. Так, ну а что, мы едем. Тогда давайте, ребятки, увидимся. Нам ехать час 27 и 93 километра до следующего города. Так что, я думаю, увидимся на пути, когда покинем Ниццу или непосредственно уже в городе. В чем я, конечно, сомневаюсь, что мы только там увидимся. Увидите меня раньше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.